Вау, друзья, это мой пятый въезд в Южную Корею. Только что прошел границу и залетел в самый охраняемый аэропорт Южной Кореи, самый такой прям жесткий аэропорт Инчон, Южная Корея, Сеул. На моем YouTube-канале есть очень много разных видео, типа как проезжать, как проходить границу, как готовиться, что надо делать, чтобы пройти границу, много-много-много всего. А сейчас я вам хочу рассказать, а что же делать после того, как вы прошли границу. То есть вот как происходит процесс трудоустройства, процесс связи с агентами, процесс приезда к ним, вас кто-то встретит в аэропорту или не встретит, где менять деньги, на каком поезде уехать, чтобы все это было выгодно, дешевле. Так что если ты собираешься в Южную Корею на заработки и не знаешь, вот что делать-то после аэропорта, то есть до аэропорта ты вроде разобрался, а что делать после и как найти работу, вот об этом будет это видео. Тут будут лайфхаки, тут будут всякие бесплатные движучки, темки и все рекомендации от меня. Я не беру за это деньги, я просто это показываю, трачу свое время, трачу свои деньги там на поездки эти все. Но единственное, что я хочу попросить тебя, потрать немного времени, чтобы досмотреть этот ролик до конца, а также потрать немного лайков, комментариев. Просто потрать свое время. Погнали! Вот как только вы выйдете с аэропорта, это центральный выход, и увидите эту синюю табличку, сразу же перед вами открывается курс валют, где вы можете поменять абсолютно все деньги. Единственное, хочу я вас предупредить, рубли прикиньте принимают, да ну нахрен. Я хотел вас предупредить, что типа рубли здесь не принимают, ну-ка давайте узнаем. Я сейчас просто охренел, если честно. А не прикиньте, в аэропорту рубли чейнджат. Я хотел вам сказать, что типа не канает, будьте внимательны, а не чейнджат рубли. Но все равно я бы вам порекомендовал все-таки, наверное, ехать лучше с долларами, потому что это, возможно, единственное место, где вы сможете конвертнуть рубли. Я вообще поражен. Короче, смотрите, я чисто по фану нашел 2000 рублей. Давайте сейчас проверим, что мне вообще что-то законвектирует. Алло. Итак, полтиннички не приняли, 1900 рублей, 25 тысяч вон, и еще совсем прям копейки, которые ни на что не хватит. А, не, вот это не взяли. А знаете, почему я так охренел? Потому что я был в Корее же в 18-м году, в 19-м, в 20-м. Да я почти каждый год в Корею заезжаю, поэтому я здесь был 5 раз. Вот. И в этих годах до СВО, до санкций не было конвекторов рублей, не было. Вы приезжали, только доллары могли поменять. Сейчас появился рубль какого-то хера. Как это вообще работает? Я просто боюсь вам давать рекомендацию, везите с собой рубли, меняйте здесь, потому что вдруг завтра это все изменится. Поэтому, ну, просто вот знайте, да, и решайте сами уже, как поступить в этой ситуации. Но я хочу вас предупредить, если вы едете в Данхэ, если вы едете в другой какой-то аэропорт, будьте внимательны, что там может этого не быть. Реально не может не быть, потому что я в Ахере до сих пор. Я вам так могу сказать. Я же сейчас и в Китае был, в Гонконге был, в Макао был. Я в Японии недавно был. И не меняют рубли в этих странах. Почему в Корее меняют, я не знаю. Думайте сами, напишите в комментариях, как думаете. Может быть, это наши друзья. Теперь, раз я тут, мне нужен интернет на 2 месяца. Давайте разбираться, где выгоднее всего покупать сим-карту. В аэропорту, потому что, типа, вдруг дальше не будет. Или вдруг здесь все-таки какие-то, ну, да, для туристов, может быть, цены какие-то туристические. Или все-таки где-то есть какие-то другие локации. Пойдемте посмотрим. Здесь продают сим-карты прямо в аэропорту. И сравним с вами цену, потому что я все-таки знаю кое-как другое место, где на этом можно действительно сэкономить денег. Итак, идем дальше. Видите вот эти сим-карты? Давайте узнаем, какой прайс у них, на сколько дается. Hello, how much sim-kart? One week, one month. Вот, смотрите, какие цены. Получается, один день 6600 стоит. Ну, так как мы на 2 месяца, да, приезжаем, то 143 тысячи вон. Может, на 90, если у вас, например, виза туристическая, да, на 30 дней, 192. Ну, это уже повыгоднее. Ну, вот такие вот цены. Так, сим-картами, думаю, понятно, разобрали, что ее лучше не покупать в аэропорту, потому что, ну, до хрена, по сути, в 2 раза дороже выходит в аэропорту. Теперь нам надо разобраться. Сразу надо писать агентам, да, и ехать куда-то на вакансию. Или все-таки, может быть, в отель поехать. Я вам рекомендую, когда вы едете в Южную Корею, 100% хотя бы один день купить себе, купить это себе гребанное жилье за 4 тысячи, за 3 тысячи. Вот я, например, в сутки срастил себе, по-моему, 3 тысячи рублей. И я снял на двое суток. Вот, потому что все равно надо съездить куда-то в Сеул. Может быть, что-то погулять, пройтись, купить себе одежду. Может быть, просто погулять, потому что вы должны понимать, что вы дальше едете работать и просто будете там 2-3 месяца в какой-то деревне сидеть. Ну, дайте себе повода расслабиться хотя бы 2 дня перед работой погулять по Сеулу. Поэтому я предлагаю, и как я сделаю, как я делал все 5 раз, я себе снимаю на 1 день, на 2 дня отельчик. Недорогой какой-то обычный. Хостел я не рекомендую, но на крайний случай пойдет. Вот мой отель, и сейчас мы с вами отправимся прямо туда. Смотрите, почему я рекомендую поехать в отель, да, например. Потому что, ну, в целом, можно сейчас агентом названивать. Во-первых, смотрите, время 6.30, да, я, например, прилетел. Иногда вы можете прилететь в 12. Может, поезд, там, самолет, блядь, опоздать, задержаться. В Южной Корее люди тоже работают не 24 на 7, они работают. Ну, вот, например, сегодня, да, они работают, ну, примерно до 5. Потому что они работают, там, с 6 утра или с 7 утра. Поэтому до 5 вечера рабочий день. Максимум до 5 вечера рабочий день. Соответственно, нам необходимо, чтобы им позвонить, нужно попасть в рабочее время. Сейчас уже не рабочее время. Поэтому лучше, конечно же, полететь, ой, лучше, конечно же, поехать в отель. Да, и еще вакансии не всегда есть. Вот, например, я сейчас напишу, будет 2 вакансии, а завтра будет 6 вакансий. То есть, тут все прям... Если вы, например, приезжаете в субботу-воскресенье, вакансий вообще нет. Соответственно, вам, конечно же, лучше поехать и в отельчике 2 дня, например, побыть. Во-первых, вы купите одежду, во-вторых, погуляете, в-третьих, купите себе сим-карту, в-четвертых, вы сможете спокойно выбрать себе вакансию, да и в-пятых, просто отдохнуть от дороги. И кто-то летит под 24 часа, действительно. Поэтому едем в отель, и я вам рекомендую делать именно так. Итак, теперь показываю, как ехать и ориентироваться по Корее. Вставляем название, 51 километр тоже показывает. Делаем маршрут. 1 час 13 минут показывает. Блин, ну в чистой теории мы вообще можем, прикиньте, дропнуться прямо на... Это что, автобус получается? Ладно, короче, поехали на автобусе, не хочу голову ломать. Сядем да поедем. Поэтому Google карты вам построят весь необходимый маршрут. Все, что вы захотите сделать, нажимайте в путь. И еще, я вам советую, у меня сейчас интернет отключится, так как я сим-карту не покупал. Делайте скриншоты, потому что интернет может пропасть, а вы уже будете посередине пути, и карты собьются. Ну и, короче, жопа полная. Поэтому вам бы желательно выбрать остановку, где вы будете выходить. Ну, я прям в самом центре, прикиньте, живу. Пикнулся вообще отлично. Рынок Дон Де Мун. Это просто центра центровые. Все, короче. Двигаемся. Еще я вам советую скачать карты Maps.me. Короче, просто скачивайте вот это приложение и пользуйтесь им бесплатно. Это онлайн-карты. Вы по ним сможете смотреть, где вы сейчас находитесь. Находитесь в моменте. Ну, вот вы будете ехать на автобусе, и вы хотя бы поймете, где вы едете. Видите вот эти все знаки, да, такие условные мониторчики. Тут номер автобуса. И вы просто идете вдоль этой грядки автобусных парковок и ищите номер. Мне нужно 6002. По картам показывает, что это дальше. Все, вы здесь гуляете, ходите и потом непосредственно залетаете в движуху, когда видите свой автобус. Самое главное, чтобы я не поехал на мажорском автобусе. Тут есть, короче, с этим очень внимательно. Тут есть автобусы люкс, пукс, мюкс. Тут есть автобусы, что вы там чуть ли не на лимузине едете с массажем, с вай-фаем, короче. Поэтому будьте внимательны. Не каждый автобус вас увезет дешево. Короче, в итоге все-таки в терминале пришлось покупать тикет. Но, кстати, автобус именно тот, который необходим. 6002. Она сказала, текай куда-то туда. Вот так. Кстати, билет стоит 17 тысяч вон. Сами посчитайте, сколько это по нынешнему курсу. Если вы не знаете, как ориентироваться, ну мало ли. Смотрите, здесь время написано у вас 1852. Справа она пометила 5B4. Вот видите, я подошел 5B. Теперь 4. Вот 1, 2, 3, 1. 4. Это цена 17 тысяч. Ну и все, в принципе. Примерно через 5 минут он подойдет. Мне уже, если честно, было впадло экономить. Но, если что, на метро примерно за 10 можно было бы спокойно уехать. А вот он и наш бас подъехал. Смотрите, какой заряженный. Вот видите, можно и тут покупать. А здесь можно картой пикать. А у вас не будет 1 рубля на дорогу? Зацените. Да? Сидушечки какие в Корее. Просто кайф. Вот это, чтобы вы понимали, это самый бичовский автобус, который ездит, ну, на полудальнее расстояние. То есть, и да, то, что вы видите, вот эти сидения с подголовниками, со спинодержателем, я не знаю. Но это самый бич. Нихуя себе, блядь! Я объясню, почему. Нету зарядок, нету музыки, нету розеток, вообще ничего нету. Он пустой. Нету подушечки под ногами. Ничего нету. Иногда есть мониторы, экраны, которые опускаются. Иногда есть кожа поприятнее. Иногда есть совсем другая поддержка. Короче, иногда есть Wi-Fi. Здесь нет интернета. Сейчас без интернета поеду. И вот это самый бомж. Это просто бич по корейским меркам. Ну, бичей автобуса вы не найдете. Оу! Ну что? Тартуть! Ибо пиздуй! Так, я почти заселился. Вот сюда я приехал. Несмотря на то, что это хостел, да, называется, я выбрал отдельный номер. И вы можете поступить точно так же. Вот такой вот my room in Seoul. Да, и еще посмотрите на мой внешний вид. Обратите внимание, я вот именно так и проходил границу. То есть поясная сумка у меня была, футболка, джинсы, кроссовки из-за дождя немножко, кепка. И вот рюкзак и сумка. Все. У меня больше ничего не было. Никаких пакетов с акваяжей, багажей. Вот я вам предлагаю именно так и собирать себя в поездку багаж примерно на 8 килограмм вещей. Все, сегодня я две ночи, ну, заселился и две ночи проведу. Я у него спросил, могу ли я продлить сегодня, да, еще, например, остаться здесь не на две ночи, а на четыре. Он, говорится, занято. Итак, ну что, друзья, я уже в отеле помылся, поел, все сделал. В общем, все дела написал самое главное агентам. И жду от них, какие вакансии они предложат на сегодняшний момент времени. Точно так же примерно и будет у вас происходить. То есть, вы написали, что вы приехали, мы отправили ваши анкеты агентам, агенты скидывают вакансии. Потом вы сидите вот так вот в телефончике и определяете, куда вы поедете. Все зависит от сезонности работы, да. Если дожди идут каждый день, то работы меньше. Если вы приехали зимой, то работы меньше. Но если все с кайфом по погоде, то, соответственно, у вас будет целая куча вакансий. Сейчас все с кайфом по работе. Посмотрим, сколько вакансий мне предложат агенты, куда можно будет выскочить. Ну, а я бы вам хотел еще показать один прикол. Когда я проходил границу, я свой YouTube канал полностью почекал. Ну, то есть, вскрыл все ролики в Instagram, все отписки сделал. И вам советую делать то же самое, только единственное не своего до YouTube канала, а тех роликов, которые вы смотрели, еще что-то постили, там себе репосты делали. В общем, это все обязательно надо почекать. И вот смотрите, у меня целая куча роликов, которым я просто ограничил доступ. И сейчас мы их опубликовываем снова, потому что на настоящий момент времени получается так, как будто у меня и нету этих роликов. То есть, если зайти ко мне на канал, как будто бы я не снял ни одного видео про Корею. Всем привет, друзья, доброе утро. Ну что, я проснулся, там помылся, тут дыма-сюдыма. И, в общем-то, подъехали вакансии долгожданные. Мы их уже опубликовали в наш Telegram-аккаунт, поэтому я читаю прямо оттуда. Если вы собираетесь в Южную Корею, то переходите в наш Telegram, здесь есть все актуальные вакансии. Так, я читаю. На завод по обработке металлических деталей требуются парни с визой G1. Эта вакансия мне не подходит, но в целом, если вы собираетесь здесь оставаться, то она 100% вам подходит. Что такое виза G1? Это когда вы находитесь в Корее абсолютно легально, вы передвигаетесь, можете покупать машину, транспорт ездить, что хотите, квартиру снимать. И все, что вам для этого надо сделать, просто заплатить, ну, где-то 1040 примерно юристу, чтобы он подготовил все документы, сопроводил вас, все сделал, чтобы вас легализовать в Южной Корее до трех лет. Вот, и вы сможете устраиваться на такие вакансии. Читаю дальше. Да, Джон, на почту требуются парни в ночь. Здесь уже виза не нужна, есть чинобы, то есть переработки. Жилье 350 тысяч вон может выходить от 3 миллионов в месяц. Давайте так, друзья, сейчас я не буду 10 минут тратить ваше время на зачитывание вакансий. Все они есть в нашем телеграм-канале, куда мы выкладываем новости из Кореи, Израиля, отзывы наших клиентов и много чего другого. Там же есть связь с менеджером и все контакты, чтобы поехать на работу. Так что переходите и смотрите. Итак, ну что, мы в Сеуле и сейчас я покажу вам, где купить самые дешевые сим-карты во всем Сеуле. Причем сделать это можно на русском языке, по сути дела, потому что мы находимся на, ну такое, знаете, СНГшной улице. И тут на русском языке, но тут разные цены у всех. Вот видите, 30 дней 36 тысяч, 15 дней 30 тысяч вон. Ну что, вот я счастливый обладатель сим-карты на 2 месяца сразу. Оформился. Здесь есть вариант на месяц, есть вариант на 2 месяца, но на 2 месяца выгоднее. И по цене тоже выгоднее, в 2 или в 2,5 раза дешевле вышло от аэропортовской цены. Так что не тратите там деньги, приезжайте сюда. Сейчас я приехал на другой район, называется Мьон-Дон, чтобы посмотреть, какие здесь цены на сим-карты. Вы сами видели, друзья, какие цены. Мьон-Дон, это просто вот район Мьон-Дон, это туристический район, где по сути дела и продают сим-карты. Тут и можно их приобрести, а больше я не знаю, где можно приобрести, вот так, чтобы идти. Потому что если вы заходите в магазины электроники, в LG и так далее, они, конечно же, скажут, а вы кореец, чтобы мы вам оформили сим-карту. У вас есть ID-карта, может быть, у вас есть виза ID? Если нету, тогда мы вам не оформим. Поэтому, если вы только приезжаете в Южную Корею, вот, первые ваши два месяца, пока вы еще не переделали документы или же вы турист, лучше всего оформить сим-карту у нас за 60 тысяч вон, это два месяца. Безлимитного интернета плюс звонки. И, причем, интернет хороший, я вот пользуюсь, видео смотрю, файлы качаю, гружу в интернете, я пользуюсь. То есть, насколько мне нужна сим-карта, и я вообще всем доволен, я сам этим пользуюсь. 60 тысяч вон плюс банковская карта. А здесь 70 тысяч всего лишь на один месяц. Насколько у нас вообще условия разнятся? Если ты собираешься на заработки в Южную Корею, или же просто приехать сюда как турист, попутешествовать, то я тебе настоятельно рекомендую открыть эту банковскую карту. И можно открыть только в Южной Корее, больше нигде. С помощью этой карты ты можешь оплачивать любые интернет-покупки по всему миру, включая даже там те же сервисы букинга, чем ты будешь по-любому пользоваться. И если у тебя российская карта только, ты не сможешь оплатить ничего за границей. Я думаю, ты с этим уже столкнулся. Плюс этой банковской карты, что вам не нужно оформлять ИНН, регистрацию, там на территории Кореи проходить все, что вам нужно. Это загранпаспорт и обратиться к нам. Оформление этой карты занимает всего лишь один день. Мы можем доставить ее вам в любую точку Южной Кореи. Но есть один минус, что мы не можем вам ее отправить за границу. Потому что это банк Кореи, у них есть требование оформлять банковскую карту только на территории Южной Кореи. И самое главное, оформление этой банковской карты стоит всего лишь 2 990 рублей. Где вы еще найдете такую банковскую карту с платежной системой UnionPay, действующим по всему миру, без годового обслуживания на 3 года. И самое главное, у этого банка есть свое приложение на русском языке, полностью на русском языке. И когда вы совершаете какую-либо оплату, вам приходит смс-уведомление о том, что по вашей карте совершена какая-то оплата. Вы можете писать в техподдержку, у них есть круглосуточная техподдержка на русском языке, прикиньте. И все это за 2 990 рублей. Поэтому если будете в Корее, обязательно пишите нам. Все ссылки в описании, номера телефонов у вас есть. Мы вам ее оформим. Кстати, забыл вам сказать, лимиты по этой карте 2 миллиона вон в день. 120 тысяч вы можете прокручивать каждый день. А сейчас отправляемся купить рабочую одежду. И вы до сих пор думаете, что Южная Корея это очень дорогая страна? Серьезно? Здесь зарплата реально высокая. 8-10 тысяч рублей в день. Но все остальное здесь максимально дешевое. Еда и жилье здесь просто подарком дают, если ты работаешь. Бесплатное здесь жилье и еда. Просто приезжай, зарабатывай 8-10 тысяч рублей в день и все. Рынок этот находится вот на этой станции. 129-я станция. Выходите и попадаете на этот рынок. И здесь очень много разных товаров, которые вы можете купить просто по смешным ценам. Не обязательно ехать сюда. Можете просто написать «Don't the Moon» и приехать. И здесь несколько кварталов вокруг этой станции, где вещи отдают просто за бесценок. Вот на рынке, тоже на «Don't the Moon» вы можете найти вот такие вот кофточки, футболки. Они абсолютно легкие, летний вариант такой. Вот целое количество, огромное выбора. Белые, красные, черные, синие. Жилетку вот такую под какие-то строительные материалы. Вот этого деда в подарок вам, который какой-то дичь несет. 5 350 рублей и вы можете купить все, что хотите. За 350 рублей для работы. Прикиньте. Короче, вот такого возьму. 5 тысяч вон, прикиньте. Короче, я решил еще одну футболку купить на сменку. Две футболки взять. За две футболки 700 рублей. Ну что это, смешно. Еще и материал хороший. Ну за эти деньги он прям потрясающий. Легкие, воздушные, швы хорошие. Ну что, друзья, я купил на рукавнике для футболки. Я купил «Рошгард». Вот чтоб в жаркую погоду я практически не чувствовал ткань, в которой я работаю. И достройки меня допускали. И за это я отдал 400 рублей. А вот посмотрите, я за угол просто зашел, увидел магазин, где продают штаны. Стоимость их 650 рублей. Зацените, вот по всей Корее вот таких магазинчиков вот иконы. Целое большое количество, целая куча. И вот здесь как раз заходите и смотрите. 30 тысяч вон. Можно купить вот такие башмачки. Здесь много размеров, они новые. То есть это не булк. Новые ботинки. 30 тысяч это очень мало. Блядь, что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Вот такие вот ботинки. Размеры практически все есть. 30 тысяч вон. Это сколько? Ну, где-то 1800. Ну, короче, в районе 2000 рублей. Вот такие нужны для стройки. Здесь железный носок стоит. Защита. Она требуется вот как раз не только на стройке, вообще практически на любой работе без них. Просто не допустят. Если я прийду в кроссовках, они скажут, все, для тебя работы нет. Такие правила. Завтра Андрей пойдет на работу. Я сделал карту, чтобы оплачивать везде свои покупки. Они говорят, мы не принимаем карты. Что, нал надо? Есть, тогда нал. Ну, да-да-да. Пацан, а у? Да-да-да. Коробка. Ну, что, ты доволен? Я купил последний штрих в своей коллекции работяге. Вот это мой лук. Осталось только кроссовки. Да. Все, завтра на самушильном. Итак, друзья, мне чуть-чуть не повезло. Впрочем, так даже интереснее, возможно, вам смотреть. Я приехал прям в какие-то праздники. И ладно бы это была суббота, да, а это сегодня четверг. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Четыре дня праздников, где вообще никто ничего делать не хочет, никто работать не хочет. А те вакансии, которые я вам показал, они были выложены, ну, и запрошены в среду, а в четверг уже все. Уже на них как бы нельзя устроиться, взять тайм-аут до понедельника. И я поэтому принял решение, чтобы не сидеть без дела. Ну, в целом я бы сидел как бы без дела, по сути дела. Но я сейчас принял решение, что есть самушиль, на который тоже есть возможность приехать. Там работа переменная, и бывает, что в выходные есть работа. Вот, и там можно снять себе жилье и жить. Поэтому я сейчас практически приехал на это место. Как-то так. Ну, чисто это Корея классика. У меня нет кружки, и я пью чай. С ковшика пью чай, потому что кружки нет. Что, вот такой вот завтрак? В полу-спартанских условиях. Я вам рекомендую, друзья, набраться терпения. И в первое время будет очень жестко. Если вы никогда не работали за границей. Приезжая сюда, вот как только вы с отеля выселяетесь, первые вот эти, да, там 2-3 дня, например, вы в отеле проводите, пока вам работу найдут и так далее. Все, потом вы выселяетесь, едете непосредственно на работу, на жилье рабочее. И вы 100% столкнетесь в первые дни, вот примерно с такой картиной. Кушать надо еду самому готовить, завтраки там. Окей, вас на обеде покормят. Но вот завтраки, возможно ужин, и надо самому как-то питаться. Может быть где-то есть кафе, там сию, там дошик заварить. Ну первое время, да, прям жестко будет с едой. Вот это типа все самому, что-то туда. Да не как в России в столовке зашел, за 300 рублей поел. Сегодня я проснулся вот здесь. Вот моего товарища, жилье. Ну, смысл, спальное место. Вот мое. У меня ни одеяло, ни простыни, ни подушки, да, прям, вообще ничего не было сегодня. Нету ни хуя, вот просто ни хуя. Матрас, я не знаю вообще, типа, откуда он влялся, он просто где-то здесь лежал, я просто на него упал. То есть это ничейно, я не знаю, он тут, возможно, вместе с этой квартирой жил 20 лет. Вот. И к этому тоже надо быть готовым. И я поэтому хочу вам этим видео сказать, что в Корее платят хороший день. Действительно, 8 тысяч рублей, 9, 10, 12 за, ну вот за 10 часов работы. Можно спокойно заработать. Можно с какими-то переработками, отработками и так далее выйти еще на более, там за 15 тысяч. Можно в день поработать, на какой-нибудь хорошей профессиональной работе. Можно за месяц заработать 250 тысяч. Но при любом сценарии, первое время в Корее, вот мой вам совет настраиваться вот на такие условия. То, что вы видите, в Корее люди живут там в каких-то, может быть, красивых домах, дворцах, ну условно. Тратят бабки, они все начинали с вот этого. Вот все, кто в Корее показывает вам луха, режиссер, говорит, что он там заработал, там на майбах себе. Вот он начинал вот с этого. Вот с этого вот. Вот. Сам все приготовил, поел, проснулся вон там. Кстати, еще такой момент. Холодный душ. И это не, блядь, мотивация просыпаться. Холодный душ, настрой. Вот это. Это просто потому, что нету горячей воды. Просто вот нет горячей воды, поэтому с утра холодный душ. Сплю на полу, не потому, что это, типа, вот это для здоровья полезно, а потому, что, сука, кровати нету. Вот такая вот история. Это Корея, это прям hard work. Но вы действительно здесь заработаете деньги. И поэтому еще раз вам хочу сказать, если вы едете в Корею, вы заработаете 100% деньги. Но вы должны быть готовыми вот к такому сценарию. Не думайте, что вы приедете, блядь, у вас там кровать, матрас, все постельное, белье поглажено. Вы просто попадаете в школу жизни, но за большие деньги, по меркам России, типа, настройки, кто 12 тысяч в России получает. Все. Короче, кореша, если у вас возникла такая же ситуация, как у меня, ну, вот вы приехали, реально, спите на полу, нет никаких трудностей, вбивайте на картах магазин Дайсо, приходите в раздел, ну, этого Дайсо, где есть постельное белье, подушки. Я вот сейчас пришел как раз за этим, и я просто охренел с цен. Ну, типа, Корея, это максимально дешевая страна. Во-первых, смотрите, вот есть вот такие, типа, какие-то для ног. Ну, я думал, с первой подушкой хотел показать вам этот для ног. Вот такие мини-подушки. Ну, кто любит, да, вот максимально на полу спать, чтобы все ровно было, чтобы голова чуть-чуть приподнято была. 350 рублей такая подушка. Окей. Есть вот такие, типа, пледы. 350 рублей цена. 5 тысяч вон. Есть вот такие подушки. Это уже большие подушки. 60 на 40. Они сдутые, но вы протыкаете полиэтилен, они надуваются и превращаются вот в такую подушку. Цена 5 тысяч вон. Вот что я вас не обманываю. 5 тысяч вон цена. Представляете, за большую подушку 350 рублей. Это дешевле, чем на рынке у бабки какой-нибудь без ногой покупать. Да ты что, охуел, блядь, сука? Из такого, что я вижу. Есть вот такие, типа, подушки какие-то. Тоже прикольные. Но не думаю, что на них спать прикольно. Ну, как, типа, так. И есть вот такие, типа, подушки в хуюшке. Тоже прикольно, мне кажется, ну, дремать, дремать, да? Вот. Всякие разные вот есть, видите, вот. И еще. Если вы собираетесь улетать из Кореи, посмотрите. 350 рублей, 5 тысяч вон. И у вас самый прекрасный подголовник в самолет. Я честно вам скажу, в России я такой видел за 2,5 тысячи рублей. 2,5 тысячи рублей. В Корее 350 рублей цена. Я сейчас куплю это все. Вот еще, смотрите, подушка. 5 тысяч вон. Видите? 5 тысяч вон цена. Вот, можно такие покупать. И вообще, вот, посмотрите. Есть вот такая подушка. Вот такая, вот такая подушка. Есть вот, типа, сдутая подушка. И все. Фикс прайс, 5 тысяч вон. Вот это уже, типа, получается, кто-то ее проткнул. Вот, она вот что-то, типа, такой. Ну, это класс. Это потрясающе. Это прекрасно. Я, может, даже ее и куплю. 5 тысяч вон. 350 рублей. Как так? А также вот такая вот опростынь за 350 рублей. И она на односпальную укрыватель и матрас надевается. На первое время то, что нужно. Кружки, чашки, ложки, поварешки. Все по минимальным ценам. Вы также можете купить в Dayso. Ну, вот, я сколько себе взял на первое время. И тут всего лишь, ну, может быть, максимум, не знаю, на полторы тысячи рублей, может быть, максимум. Для работы вот можно купить здесь футболки какие-то на первое время. 2-3 тысячи вон, носки, там, трусы. Что-то еще можно приобрести. По итогу 30 тысяч вон вышло. А вот так вот началась моя новая рабочая жизнь. Сегодня первый рабочий день. И если вы думаете, что для того, чтобы попасть на работу, надо проходить собеседование, показывать свои навыки или знания языка, оформлять какие-то рабочие визы. Сейчас работа пошла значительно легче. Тут надо детали, короче, вот эти считать по 5 штук в полете. Про которые с пеной у рта пишут комментаторы. То забудьте, ничего этого не надо, если вы гражданин России или Казахстана. Просто приехал, согласовали тебя визуально, руки-ноги есть, завтра выходишь, послезавтра заплатим деньги. Условно, вот все договоренности в Корее. В следующем ролике вы увидите эту работу полностью. Работу на заводе автомобильных деталей. Ну а сейчас я пошел домой, так как моя смена подходит к концу. Ну что, друзья, пока вы думали ехать, не ехать, как это сложно, легко, возможно, невозможно. Я все это сделал за вас. Я прошел этот путь, весь маршрут от дома до работы. Я показал все лайфхаки, как я одевался, как я затаривался, куда я ехал, как я ехал, как добирался, с кем связывался и что по итогу получилось. Сегодня я уже заработал свои первые деньги. Если ты хочешь так же, то нет ничего сложного, нет ничего невозможного. Есть только желание поехать и желание это делать. И поверь мне, да, в моменте может быть это сложно, но в целом, если ты пройдешь этот путь, у тебя откроется новая жизнь, по сути дела. Если ты пройдешь этот путь, не сдашься, не сломаешься, будешь работать, зарабатывать деньги, то ты изменишь свою жизнь навсегда. С принятием вот этого маленького шага купить билет и поехать в Южную Корею. Всего лишь один маленький шаг может изменить твою жизнь кардинально. И я уже 6 лет этим занимаюсь. 6 лет назад, в сентябре 2018 года, я первый раз в 20 лет поехал, ну там 20-21 год мне было, поехал в Южную Корею. Совершенно один, и сейчас мне 27 лет, только недавно исполнилось. Все в ваших руках, друзья, я что в 27, что в 21 это делаю и показываю вам. Надеюсь, я заслужил лайк, вашего комментария, поддержки, потому что я это сделал, чтобы показать вам, что я сам это делаю. У меня есть принцип. Принцип, то, что я делаю, то я и продаю. Я никогда не продаю то, чего я не делаю. Например, я не отправляю никого в Америку, потому что я сам там не был. Субтитры сделал DimaTorzok